А теперь обо всем по порядку. 28 ноября в Петропавловске пройдет большой инвестиционный форум. Участие в обсуждении вопросов в бизнес-сотрудничество примут инвесторы из разных стран, а также местные предприниматели и предприятия. Подготовка к деловой встрече идет и в акционерном обществе Мунаймаш. С начала года там выпустили продукции на 3,5 миллиарда тенге. Чего ожидают заводчане от грядущих бизнес-переговоров, узнаете из материала Ирины Панфиловой. Современно и качественно. Такими параметрами в акционерном обществе Мунаймаш руководствуются при выпуске продукции. Последние 10 лет основное направление деятельности предприятия – производство оборудования для нефтегазового сектора. В этом году на предприятии основан новый вид продукции, устьевого оборудования, которое поставляется на месторождение Казахстана. Называется комплекс для прогрева и промывки скважин. Данный комплекс служит для увеличения времени работы скважинных насосов и облегчения их извлечения. То есть в этом году это небольшая серия пока, 25 комплектов, но заключен долгосрочный договор на 3 года. То есть каждый год будет поставляться примерно такой же объем. Общая сумма договора, каждая поставка где-то 250 миллионов тенге. До конца года в планах отгрузить 48 комплексов для промывки и прогрева нефтяных скважин. За последние два года полностью модернизировали оборудование. Зарубежные станки автоматизированы. Это позволило в несколько раз увеличить объемы выпускаемой продукции. С начала 2014 изделий выпустили на 3,5 миллиарда тенге. Это больше по сравнению с прошлым годом на 5%. Безусловно, современная материальная база имеет большое значение, но далеко не основное. Без опытных специалистов выйти на рынок Казахстана со своей продукцией было бы невозможно. Сегодня на заводе трудятся 160 человек. Один из них Николай Васильев. Своё рабочее место он старается содержать в чистоте и порядке. Во ОМУ Наймаш техник-технолог пришел 6,5 лет назад. Начинал токарем. Сегодня следит за работой станков с числовым программным управлением. Таких на заводе 12. Мои обязанности входят в обслуживание станка, потом проверка деталей, ну и изготовление в целом. В недавнейшем послании президент поставил задачи, и поэтому предприятия тоже поставили перед собой задачи на развитие и продвижение в целом. Параллельно с производственным процессом на заводе Мунаймаш сегодня идет активная подготовка к инвестиционному форуму. В Петропавловске бизнес-переговоры пройдут 28 ноября. На стенде информация о заводе, на столе готовая продукция. В следующую пятницу все это будет представлено на выставке в областном драматическом театре имени Николая Погодина. Подобные мероприятия очень полезны. Они привлекают потенциальных инвесторов, мы показываем свои возможности, от них исходят свои предложения. И в результате, вот как результат, мы имеем договоренности с мировым лидером испанской фирмой Ампо, которая является лидером по производству запорной арматуры. Мы их пригласили на этот форум, надеемся, что они приедут, и мы будем уже закрепляться, обрастать какой-то конкретикой. И в итоге планируем организовать совместное производство с ними на базе нашего предприятия. Также в планах заводчан на ближайшую перспективу полностью освоить производство гасителей и колебаний для железной дороги. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.